То из 150 нуклеотидов, я уже говорил, что если порезать длинку в нуклеособах и потом выделить, то мы получим не особо сильной обработки ферментом нуклеаза, который длинку ощупляет, пустим по примерно по 150. Так вот из этих 150 и средних 30, и примерно крайние по 15, вот здесь и вот здесь, связываются тетрамерами. То есть как только он пришел, он хватает на середину и наматывает на себя края. Да, вот здесь зеленого глаза. Если мы посмотрим, что связывается зимерами, h2h2b2, сверху и снизу, то мы видим, что оставшиеся длинковины помечены оранжевым, то есть вот это и вот это, связаны с оставшимися зимерами. Это четко взаимосвязано с вариацием сборки нуклеосомы из бистота. То есть сначала приходит тетрамер, он связывает серединную края, а потом уже сверху и снизу пришпиливаются змеи. При этом, соответственно, тетрамер и более важен для регуляции экспрессии генов, но об этом мы поговорим чуть попросту. Пока говорим просто тетрамер. Во! Ну, если что, конечно, мы перепрашиваем. Я не устаю с ним. Ну, вот здесь вот как раз-таки показана отдельная нуклеосома, из которой убрали два зимера, оставили один пятнамер. Ну и структуры, да, как там они располагаются, просто теперь убрали. Примерно таким же образом располагается он и связав ДНК, и до того, как туда пойдут зимеры. Ну, вот здесь, например, один из N-концевых хвостов. Можно видеть, вот он выпятливается там. Условно показан такой длинной тонкой низкой. Вот. Далее. Ну, здесь, наверное, не совсем видно, если что я на доске еще раз густую. Но теперь, поговорив вкратце о структуре интересов, я еще расскажу о том, как их можно анализировать. Да. Извините, конечно, за дремучесть, но можете, пожалуйста, объяснить тетрамеры и вот это аж важное что-то и прочее? Да, конечно. Простите, я просто исходил из того, что в прошлая лекция благополучество вложилась в ваши дела. Ну, вот, наверное, моя проблема. Ну, смотрите. Вот у нас нуклеосол. Это бусина, на которую наматываются длинковины, и которая таким образом их упаковывает. Ну, чтобы длинковина не сворачивалась в непонятные бессмысленные узлы. Из чего эта штука состоит? Эта штука состоит из гистон. Если написать по-английски... Ну, понятное дело, что далее разные гистоны обозначаются обребятываемыми. Какие они бывают? Нуклеосол, H1, H2A, H2B, H3 и H4. Да? Вот они, эти белки. Как они собираются в нуклеосому? Я вот на прошлой лекции порассказывал. И сегодня ещё и срезюмирую. Вот давайте вернёмся на слайд, посмотрим. Так, назад. Нуклеосол подобно уплощённому барабану или брену. Или куску... Кстати говоря, хорошая аналогия, это кусок винта, да? Ну, болта с резьбой. Очень такой природин. Резьба эта позволяет длинковине уложиться туда. При этом длинковина, уложив свою резьбу, делает полтора отрицательных оборотов. То есть вот эта вот суперспираль длинки, если поглядеть, то она лево закручена. Да? При этом, как укладываются вот эти вот гистоны, которых здесь пять разных штук, вот октомеры, вот гистон. По первому вкладываются четыре из них, вот эти. И из них два H3H4 дают D-омер. Дальше пишу. H3H4H2. Он здесь показан синем и зелёным, вот он сверху пятачек. Ну, естественно, они все там как-то друг друга проникают, да? Это же белки. Вот. И есть ещё два димея. H2A и H2B. Один из них оказывается сверху, другой снизу. Я вот даже на доске продумываю. Теперь мы смотрим на эту гистону сбоку. Не как там, а сбоку. Вот так вот, подобно клину, располагается цитромер H3H4. Если посмотреть сверху, то это будет, понятное дело, вот такая блянка. Но при этом здесь толще, чем здесь. Далее, на этот пятамер наматывается ДНК. И наматывается она так, что она вот здесь входит, делает оборот полный. Делает ещё пол-обороты и вот отсюда выходит. Да? То есть вот так. При этом наматалась. И пришли ещё два чувака, два димеяя. Один из них вот так накладывается сверху, а другой снизу. Это H2H2B. И это H2H2B. В итоге получается вот такая фигня. Очень устойчивая, компактизирующая ДНК, то есть сматывающая её уплотнее. Ну, примерно это делается раз так в пять. Да? То есть на единицу длины, да, вот этой всей штуки, если нуклеосома последовательность может быть, то надо будет получать примерно пять единиц длины ДНК. Ну, она так сворачивается. Вот. Только что мы поговорили о том, как они сворачиваются на ДНК. Вот та же самая картинка, которую я только что на стене припустил. Потом я сказал, что как конкретно устроены вот эти самые гистоны, там, где стояют по спирали, и хвост, хвосты можно обрезать. Что было дальше? Дальше я сказал, что эту штуку ещё можно повернуть, данную картину, а будет то же самое. И дальше я сказал, как конкретные куски ДНК укладываются конкретными гистонами. Кстати говоря, всем лишний раз не будет вопросов. Ну, вот теперь, ужасно кашурую, конечно, я не виноват в проекте этого. Которая проиллюстрирует нам, как можно анализировать распределение нуклеосом на ДНК. Ну, мы начнём с простых анализов. В конце я ещё расскажу о чём-нибудь позабавном. Так вот. ДНК через некоторые промежутки намотано на нуклеосом. Ну, вот так я и так быстро на нити изображаю, да? Как люди узнали, сколько нуклеотидный спад приходится на одну нуклеосом? Да очень просто. Взяли и обработали вот этот хроматил ферментом. Так называемое микрокопковое нуклеазо. Ну, нуклеазо, потому что режет нуклеина. Ну, нуклеина то же самое, что ДНК, да? А микрокопковое, ну, выделенное нафиг. Из микрокопков. Ну, мелкие шарики, я не знаю, что они весёлого творят, но какое-то забавное объект. Так вот этот фермент, взятый в большой концентрации и при большом времени выдерживание выгидает всю ДНК между нуклеосомами. Нет ее. И здесь тоже. Потом, если мы вот это вот выведенное возьмём, отделим от ДНК, и отделим, точнее, от белка ДНК, то мы получим куски практически одинакового размера. Если разогнать это на электропорезе, я сейчас понятного сразу сказал, получаем практически всегда 147. Два основания. Ну, можно запомнить просто 150, но можно и 147. А вот. Если же добиться того, чтобы в среднем на две нуклеосомы соседних наносилось по одному разрыву, да, у малофермента вот этого взять, то мы получим в среднем не по 150, а по 200. Просто потому, что не все участки ДНК, не все куски ДНК между нуклеосомами выедаются. Куски ДНК между нуклеосомами называются линкерными. Ну, линк с связным, да? Вот. И они связываются вот этим вот гистоном H1, который по-разному располагает эту линкерную ДНК относительно нуклеосомного кора, то есть центральной части, может влиять на глобальную структуру. Но об этом мы поговорим и попробуем. Вот такой гастой анализ. Ну, перейдем еще раз, или снова перейдем к структуре, к некоторым веселым моментам. Вот такой момент. Здесь показана гастарственная модель ДНК и вот тетромер, точнее его кусок, H2, H3 и H4. Ну, вот синий и зеленый, да? Вот она, это самый гистоновый склад. Одна альфа-спираль, другая и третья. Бегейщенная в другой склад. Так вот, если мы посмотрим, какой своей частью ДНК взаимодействует с этими гистонами, мы увидим, что она взаимодействует со стороны малой бороздки, да? И, прежде всего, своим сахаро-фосфатным островом. А вот, такой интересный вопрос. Ну, мы уже поняли, да? Что большая часть взаимодействий гистонов и ДНК происходит через ее сахаро-фосфатный остров. Ну, водородные связи, или это статические взаимодействия, минус ДНК с плюсом белка, соответственно, много агенинных резинов, как я уже об этом говорил. Агуб, вот как вы думаете, почему нуклеерстан не взаимодействует с азотистыми основаниями? Ну, конечно, агуб. Так, есть такой вариант. А еще? Спасибо. А как считывать ведь надо? Ну, там гистоны все равно, чтобы усыновать. Нет. Ну, может, он живет песочек. А может, могут какие-нибудь радикалы аминокислот, которые тоже плотки с азотерматической системой вклиниваться, ДНК и нарушать ДНК? Ну, они могут, но они этого не делают. Да, вот именно поэтому. Лучше ДНК не трогать. Смотри. Вот ты уже подал верную мысль. ДНК трогать надо. Но нельзя трогать ее уникальную информационную кодирующую часть, то есть последовательность, которая везде разная. Да? Представьте себе, что Нутерсо берет их взаимодействие только с азотическими основаниями, да еще и через большую бороздку. Там, где все специфично. Помните, я картинки показывал. То есть с большой бороздки можно связать однозначно, да? Прочитать, какие там находятся азотические основания. Смало нет. Так вот, если бы это было так, то гукеосома однозначно бы любила одни последовательности и не любила бы другие. И тогда, в зависимости от последовательности генома, у нас одна часть была бы в шубе, а другая вообще в голову, не подверженная всему, всем превратностям жизни. Но мы этого не хотим, да? Поэтому мы будем взаимодействовать с ДНК через малую бороздку, там, где неоднозначная информация, да? Там, где вообще нет информации о последовательности, да? И через сахар и пасхатную основу. Это понятно? Ну вот. Такие вот дела. Ну и здесь красным помечены те остатки, которые взаимодействуют с ДНК. Там какой-нибудь резин длинный, вот еще один резин. Ну и так далее. Пойдемте дальше. Еще один интересный момент. Почему получается так, что у этой самой эндоклиосомы, этого пуска болта, резьба, ревозатрученная, да? Получается это потому, что те самые эндоклиосомы, вот они показаны, выходят изнутриосомы так, что именно они эту резьбу и создают. И располагаясь между ними, между этими хвостами, ДНК оборачивает внутриосомы именно левозакрученные. Ну вот, например, здесь H2B, да? И H3 проходят между цепями ДНК, да? Вот эти цепи ДНК. H4 и H2A сверху приблющенные. И эффективные. Ну то и здесь, как видим, с чего? С торца, да? Здесь сверху. Вот такие дела. Ну, соответственно, в чем суть того, что закрученные ДНК у нас в эндоклиосоме отрицательны? Вот, суть такая. Если мы возьмем и уберем эндоклиосомы из ДНК, ну вот, мысленный такой эксперимент был у эндоклиосомы, но нет. Остаются отрицательные супервитки. Но как я вам на какой-то лекции рассказывал, супервитки могут превращаться в витки двойной спирали. И если много отрицательных супервитков, раз и обстучивается, то ДНК, вот такая, с большой вероятностью может расплестись. И, ну, соответственно, расплестись она может, и потом туда прийти, например, ДНК полимераза, и транскрипировать внутренний объект, или ДНК полимераза и отриплицировать, да? То есть внутри астомы вот такую отрицательную суперскрученность и энергию. Я запасаю. Вот такие дела. Ну, о, господи. Как бледно. Видно вот что здесь вообще? Ну да. Сломокко. Смотрите. Я сейчас расскажу об еще одном эксперименте, о том, как можно изучать ДНК и ее суперскручивание с помощью нуклеосом через ПС. Я рассказывал уже, что если мы добавим к замкнутой ДНК, да, ковалентной. Ну, что, вы не будете верить от языка? Нет. Не будите. Дикого крика нет, не было к этому языку. Вот. Мы помним, что если мы к замкнутой ДНК, круговой, да, циклической, забавим титиум и рамид, то этот титиум и рамид залезет между парами оснований и сделает так, что число оснований на виток станет меньше. И десяти где-то там двадцать. И в итоге часть потерянных витков двойной спирали перейдет в супервитки. В положительные супервитки, да. Ну вот у нас была такая ДНК, да. А мы добавили титиум и рамид, и она сделалась вот такой. А это про кольцевую, да? Именно кольцевая, она еще там замкнута. Если бы она была линейная, она перекрутилась. Да? Ну вот мы добавили, и это кольцевая, и это кольцевая, ничего не остается, кроме как перекрутиться и сделать из правого кольца, чем-нибудь вот таким. Это уже сама ДНК. Так вот поменялась. Да? Так вот. Примерно тем же самым занимается муклеосома. При этом, если мы возьмем релаксированную кольцевую ДНК, и добавим к ней муклеосомы, то, конечно же, некоторые из них в ДНК придут и нанесут вот эти вот отрицательные супервитки, да. Но появятся положительные, которые не дадут новым муклеосомам приходить и захватывать ДНК. Вот мы видим, что здесь муклеосомы пришли, а здесь ДНК она закрутилась, они прийти не могут. Что сделать, чтобы нам всю ДНК заключить внутриосомы? Дополнительный смираза. Безусловно. Берем и добавляем, а все же пропадает. Да. А получается количество вот этих вот супервитков положительно будет такое же, как количество супервитков, которые обеспечили внутриосомы? Да. Да. При этом, если быть точным, то здесь и будет полтора умолитных числов внутриосом. Понятно. Вот. Добавляем топоизоминазу и получаем, ой, простите, получаем возможность, ну здесь вот совсем бледно, ну в общем всю нашу ДНК упаковать в муклеосомы. Вот здесь она вся упакована. А здесь чуть-чуть. Потому что после добавления топоизоминазы мы ее недолго продержали в состоянии возможности добавления новых муклеосом. А что мы сделали дальше? Мы взяли вот эту вот ДНК упаковину кольцевую, частично занятую муклеосомами, через короткое время, или полностью занятую муклеосомами, через большее время. Мы берем и избавляем от белков, добавляем гентурирующие агенты, мочевину какую-нибудь. Я уже рассказывал, как гентурируют белки мочевины, гентурируют тоже так можно. Вот. И в результате из частично оккупированной муклеосомами ДНК получаем не сильно закрученного, а из сильно оккупированной муклеосомы, сильно скрученного. Да? Вот первое загоняем на форез. Получаем. Вот здесь время указано, да? Время взаимодействия с муклеосомами после добавления топа из амиаза. Но топа из амиаза, в первой главной случае, позволяет муклеосом новым приходить ДНК. Ну вот мы ее загнали, и видим, что с течением времени ДНК становится все более подвижна. А более подвижна у нас на форезе сверхспирализованная ДНК, да? Более компактная. Вот она вот так. Как видим, здесь еще есть лестница такая, да? Эта лестница связана с тем, что 2 соседних ДНК на лестнике различаются ровно одним супервитком. Ну или полуторым. Полуторым, господи. Одним и половиной супервитком, да, в зависимости от добавления одной или более количественных листов. Есть вот такая вот дискретность. Такие эксперименты. Ну, я уже говорил о том, что есть у нас хитрый гистон H1, который муклеосомный хор в актоме не поймует, а залезает вот сюда, в ринкер, на ДНК. Как он это делает? Ну, он связывается с одной из выходящих или входящих ДНК. Вот одна хитрый гистон. И он... Поэтому, смотрите, давайте вот посмотрим на то, под каким углом два куска ДНК выходят из нуклеосом. Мы видим, что здесь они, ну, допустим, угол где-то ноль, да, они примерно параллельны. Когда приходит H1, угол оказывается отрицательный. Вот так вот, да. Если бы они разошлись, был бы угол положительный. Так как они сошлись, мы говорим, что отрицательный. Это значит, что если мы возьмем, ну, вот просто представьте, а я потом картиночки покажу сначала. Представьте. Что мы берем, вот эту нуклеосому соединяем с такой же, через вот эти вот отросточки, да. Если бы мы вот эти нуклеосому соединяли, да, вход, так, так и так, да, они бы у нас регулярно по следовательности положились. А если бы мы связали вот такие, они бы уложились бы потеснее. Ну, даже могу нарисовать. Это, чтобы было понятно, как рождается сложная структура, которая нарисована вот здесь, да. То есть у нас были под нулевым углом параллельные выходящие штуки. Длинковина, да. Получалось вот такое дело. А если у нас угол уменьшается, точнее делается отрицательным, то все эти комплексы у нас склопаются. И получается так, 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 так. Тут, соответственно, нуклеосомы сидят. Ну и вот такая штука. Соответственно, ДНК оказалось более плотно упаковано, и белочком до нее добраться тяжелее. Иены выключаются. Детеринка, и вот вам, пожалуйста. Ну здесь вот электронные микрофотографии, которые все делаю и юстерию. Не было у нас H1. Вот у нас бусер на нити фигачится. Появился H1, и они сформировали что-то более сложное, высокоупорядоченное, и плотнее с плотностью. Так. Извините. Ух, это или там? Это или там? Это или там? Ух, да. Ух, да. Это от того, что там, наверное, полопатки будет? Ага. Ух, да, вот эти. Ух, да, Ух, ой, какие тут допотопные локла. Наверное, когда левая открывается на проветр. А? Левая, наверное, тогда открывается на проветр, если бы ты. Ну, обычно, только, но... А то открывается на проветр, а то будет. Вот давайте тогда сделаем... Нет? Не работает? Нет, здесь ни одна не открывается на проветр. А вон там же... Там же вот эта штука допотопная есть, которая еще... Ну, штука есть, а оно нифига есть. Вот эта штука нельзя и пересекли? Ну, эта штука есть, но это вот, знаете, вот как вот на лифте, да? Кнопка одна сломалась. Я, кстати, видел одну фотку в интернете. Вот здесь вот кнопка, да, на лифте она сломалась. Взяли, вытащили провод и поделали новую кнопку. Точно так нельзя. Россия? Да. У нас все весело. Ну, вот, понятно было. Побежали дальше. Ну, здесь практически отображено то же самое, что я рисовал, да? То есть пришел наш один. Если у нас раньше были разреженные фибрилы, теперь получились плотные. Потому что, кстати говоря, еще один важный момент. Венка – это штука подвижная. Она подобна такой эластичной нити, которая на малых расстояниях делается практически прямой палкой, но на больших может изгибаться. Соответственно, если мы будем изгибать ее с большой кривизной, то есть с малым радиусом вот этой вот такой густи, то появится энергия, связанная с напряжением. Ну, это все можно количественно математически описать, но это сделать не нужно. Эффективно дринку можно представить, как набор палок, связанных нитками. Ну, вот такой вот ничак. То есть мы говорим, что существует некоторая длина, на которой дринкоиды можно эффективно считать прямой палкой. Она практически не изгибается. Но за пределами этой длины куски дринки-палки дефундируют независимо друг от друга. Так вот, длина этой палки, она еще называется индекс персистентности. Ну, персистентности, или как там, это устойчиво, да? Она примерно для дринки 150 бар основания. Вы видите, что эта величина значительно больше линкерного куска дринки, который 50. поэтому вот эти вот линкерные куски дринки между нуклеосомами не могут сильно изгибаться. И поэтому H1, когда поворачивает относительно друг друга выходящие куски дринки из нуклеосомы, фактически и заставляет нуклеосомную фибрилу склопываться или растягиваться. Ну, вот знаете, была еще в средней веке такая хитрая осадная векица. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо был такой извращенческий способ штурного крепостей, но очень веселый, просто потому что, поменяв вот этот начальный угол, кооперативно меняется вся остальная структура, точно так же, как в нуклеосон. Кстати говоря, я этому же принципу подчинено изменение конформации бактериального жгутика. Вот вы же знаете, да, что бактериальный жгутик, у которого основание крюк, а дальше он как-то обращается, да? Так вот, жгутик, понятное дело, состоит из флагелина, и у них конформацию тоже можно менять, а конформация подобна углу. Поменяв конформацию флагелина внизу, мы заставляем остальные флагелина также поменять всю эту конформацию. И в итоге жгутик оказывается закручен в другую сторону, но если был он право закручен, то становится лево закручен, И бактерия, вместо того, чтобы бежать вперед, ну как на винтовом двигателе, да, когда корабли ездят, да? Она начинает толкаться на месте. То есть, и говоря, изменение частоты толканий на месте и прямых участок в передвижении бактерии, это способ регуляции ее движения в сторону, там, сахара или кислорода или каких-нибудь еще ништяков. Но движение в сторону ништяков в новой винтовке – это хематакс. Но я уже сильно отвлекся, рассказывая об осадных вестниках средних веков, поэтому мы перейдем снова к хематаксу. Ну, вы поняли. Вот. Ну, здесь еще один рисуночек, который постепенно нас приближает к тому, чтобы взглянуть на более сложную структуру. Если мы говорили раньше о 10-нанометровых фибрилах, да, после аномантии, то вот здесь уже изображена модель, одна из возможных – 30-нанометровых фибрилов, но ее толщина 30-нанометровых, и от этого дела возникают. Ну, эта картинка внезапно из другого учебника тут немножко подойдется. Вот у нас H1 пришел, поменял вот этот самый угол, вот он здесь. Эта структура, полученная из электронной микроскопии, мы посмотрели много раз, усреднили на хематик. Получили вот такое дело. Если приглядеться, мы видим, что здесь нуклеосомы уложены в стопку. Раз, два, три, четыре, поехали. Поэтому стопки эти две сплетают двою двойную спираль внезапно, да? И эта двойная спираль, двойная суперспираль. Связана выходящими и входящими линкерными кусками ДНК. Вот так это делается, например. Представили, да, с одним двойным патчем? При этом, соответственно, конформация гистона H1, его наличие, влияет на структуру вот этой спирали, да? То есть, например, если какой-нибудь здесь другой белок сидел побольше, да? То у нас спираль обладала бы другими параметрами, возможно, не смогла бы сформироваться. Ну, теперь мы уже поговорили об одном из способов упаковать нуклеосомы в более сложные структуры. Теперь перейдем к двум ключевым моделям этой самой тридцатинной амметровой фибрилы, которые сейчас имеются. Я удивляюсь, какая магия здесь вообще происходит? В моем комплекте все смотрелось чудесно. Видите, даже я вот в упорке два могу разглядеть. Надеюсь, вы сможете. Вот, смотрите. Представим себе нашу стопку. Может, это что-то очень яркое сделать? Это нужно залезть, наверное, туда. Давайте один. Я сам могу попробовать. Можно? Ну, давайте мне тебя. Я думаю, это снимать не надо. А где пульт? Вроде бы я не снимал обратно. Враками? Обратно. 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 Верс. 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 А, то есть, что он по бумажке. Вы ставите на бумажке по-танги перменистки. Это можно не снимать. Ай, да, но... Вы же не станете это вырезать, да? Верс. 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 Вверх вообще на 0 поставить? Все, на 0. А, ну ладно. Ну ништяк. Все. Смотрите как человек рулёт. Не-не-не, люди, я конечно люблю наслаждаться звуками своего голоса, но я тоже заговариваюсь, и мне тоже надоедают. И я тоже хочу что-то новенького, тем более, что я сам вообще не знаю, что там будет оставить. Ну, смотрите, наконец-то можно не рисовать. Вот видим мы, да, стопку нуклеосон, которая укладывается в спиранку. Это модель соленоидная. Она была увидена на электронной микроскопии. Сейчас скажу, у кого. Кажется, у эдроцитов курицы. Или в спирме какой-то стрёмной рыбы. Ну, в общем, это очень стрёмный кристалл, но ее нашли. Смотри, в чем суть. Вот здесь, вот, выходящие и входящие вимкерные куски-двенки на нуклеосоме переходят к соседней, делают до полтора оборота, переходят к соседней. Центр не пересекают. Центр здесь полый. Тогда как в соленоидной, а в зигзагной модели, они центр пересекают. Так вот, чем отличается модель зигзага. Мы видим, что здесь нуклеосома, любая, соединяется вимкерными кусками дымки не с соседней, как в спирали, а с противоположной. Да, вот так, потом как-нибудь вот так, потом вот так, вот так и так далее, да? Ну, такая гипер-восьмерка. Вот. Ну, как видим, если глянуть, это соленоид. Ну, тут написано, оно очень мелко, но будет. Какие два варианта, да, восьмерка? Да. При этом эти два варианта получены несколько разные методы. Вот этот был увиден на электронной микроскопии, а вот этот был получен в результате, ну, так, инвидера. Взяли 4 нуклеосомы, кусок дымки, соединили ковалентную нуклеосомы с дымкой, запустили это все в раствор, закристаллизовали, и рентгенструктурный анализ. Считали, посмотрели, получили вот такую хрень. Ну, то есть, это более живая, чем вот эта. Поэтому еще один момент. Вот эта структура локальная. Я уже говорил о локальности в пилковой вкладке, да? Мы помним, что альфа-спираль совсем локальная штука, то есть сосед фигачится с соседом. Вот эта структура антипараллельная, несколько менее локальная. Там соседи могут не с соседями фигачат. А параллельная бы эта структура, это вообще очень стремная штука, в которой существуют большие выпетры. Так, так, там и так далее, да? Вот зигзаг страдает от нелокальности. То есть, одна наполеосома располагается далеко от соседа. Тогда как? Располагая, ну вот такой стандартный фибрилый наполеосом 10 нм в гуси-раномите, но ожидая, что соседи по ДНК будут так же соседями и структуре, но не будут активными друг от друга. Ну, важный вопрос, а на предыдущем слайде как раз зигзагная была, да? Ну, похоже, что да, но это его частный случай. Это частный случай зигзага, да, здесь тоже они противоположные к качеству, но это такой случай, который дает выделенную структуру, удобную для запоминаемых реакций. Это еще и спираль. Ну, то есть спирали это множество зигзага, так же, как всякая кирика отрыва, но всякая кирика отрыва. Ну, про логику мы уже говорим. В общем, вот вам. Да. Откуда берется такая вот энергия для контактизации? Ну, понятно, что электростатические взаимодействия, то есть филосы, но хватает вы столько, чтобы не вернуть ее в любом роде? У меня есть два ответа. Один изи, другой нормал. Ответ изи происходит, значит, энергии хватает. Но я сейчас расскажу, как это будет. Кажется, у меня даже следующий слайд, вот он и рассказывает, что именно здесь происходит. То есть конкретные электростатические взаимодействия происходят от взаимодействия вот этих вот хвостов, энканцевых, во-первых, с линкерной дыркой и во-вторых, с соседними нуклеосомами. Вот, например, здесь. А данный нуклеосом взаимодействует с другой. Я даже расскажу, как конкретно это происходит. Ну, для этого мне нужна тряпка. Тяпку я нашел. Смотрите. Во структуре энклеосомы, вот в этой самой блянде H3, H4, дважды, на гистоне H4, я ее нарисую, 4-1, есть, как называемая, кислая ямка. Это впазина в его структуре, в которую попадает куча отрицательно заряженных басовых цепей аминокислот. Ну, а спартат и глутаматы, большая часть. Так вот, мы знаем, что у нас гистоны поводительные заряженные, особенные хроноконцевые хвосты. Так вот, от соседней нуклеосома может прийти энканцевый хвост и пробуем ликцию с этой кислой яркой. Ну, она называется осыдник печь, по-хорошему, но печь не совсем яркий, нео и каким-то перейдем. Вот такая структура. Ну, более того, такая структура может возникнуть не просто в результате энергетически выгодных взаимодействий, а в результате того, что H1, гистон, ограничивает возможные конформации линкенной ДНК так, что сама линкенной ДНК, вот как вот сразу, аж амирес, аж амирес, приводит соседину персону во взаимодействие. Ну, я уже рисовал тут что-то, да? То есть было вот так, вот так, и тут маклеосома. А стало схлопано, с перетонтанной. Просто потому, что мы аж этим добавили. То есть источников энергетической энергии здесь много разных. Но есть еще аспекты, связанные с вонтанной диффузией молекул. То есть обычно, ну, это так называемый молекулярный краудинг. Суть этой концепции состоит в следующем. Если мы имеем ну, некоторые вот такие вот большие штуки, да, ну, магные молекулы, в растворе мелкости. Да, они бьются, так бьются, 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 да? То, ну, и соответственно, скатываю. Если три вот этих молекул, магные молекулы соедутся вместе, и на них по-прежнему со всех сторон будут случайно биться мелкие молекулы, то результирующий момент, точнее, два результирующих момента, будут направлены друг к другу. И вот эти вот большие молекулы сойдутся. Ну, то есть, если бы это было верно там для каких-нибудь мятежей на болотной площади, то особо полные манифестанты там бы вот схватывались вместе, просто потому, что всякие там ну, не очень крупные паридохи, быстро диффундирующие, их бы толкали друг к другу. Но мы, люди, макроскопически существовали, а для нас законы диффузии в толпе ну, несколько иначе были. Но я, по крайней мере, вот таких вот липидных рафтов не видел на фотках. За всякую демонстрацию. Ну, пойдем до рафтов. Ну, мы поговорили о структуре хаматер. Теперь перейдем к тому, как структура может меняться и какие возможности к изменениям она при дает и как используется для биологической регуляции. Сейчас там что-то самое интересное, что-то вы слышали, а теперь еще не получилось. Ну, самая очевидная картинка, которая встает в нашей голове при слове при сочетании двух слов хроматин и регуляция, это вот бедро, срез, просвечивающий на микроскопе и две фракции хроматина светлый и темный. При любом икрашивании практически возникают в эти фракции. Ну, светлый хроматин назвали элтис, вот такой ништяк хроматин, в котором гены работают. Соответственно, темный хроматин назвали гетер, но другой там ген не работает. Ну, пойдем заходим. Вот. Ну, теперь поговорим о том, как этот гетер хроматин и его хроматин ведут себя в, так сказать, по длине хроматиновые фибриды. Я сейчас расскажу о некоторых наблюдениях экспериментальных ранних эпох, начала 20-го века, а потом обсудим молекулярные механики. Так вот, гетер хроматин оправдывается. Обладает свойством распространяться. Удобно там мировопожарной мировой революции. То есть... Сегодня лекция с политическими метафорами. А разве у меня когда-нибудь бывает без метафор? Нет, но сегодня не на политический. Ну, вот, ошиблый меня на политику. Я вот... Умлек. Не будем сбивать курс. Да, не будем сбивать курс. А то я совсем улечу прекрасно и далеко. Вот. Ну вот. Отличие гетер хроматина на каком-то пуске хроматина влияет на то, что соседний с этим участком хроматин тоже перейдет в гетеросостроение в компенсированное. Вот он так распространяется. При этом ранние генетики смогли отследить распространение этого гетер хроматина по филансипическим данным. Да. Ну, поговорим сначала в общем. Вот у нас есть гетер хроматин и пил хроматин. Поэтому, ну почему в норме у нас все хромосомы не гетер хроматизированы? Потому что есть некоторые барьеры на ДНК, которые не дают гетер хроматину распространяться. Но если мы выкинем этот барьер какой-нибудь магией, гетер хроматин побежит вперед. Ну там, и яич начнет экспортировать уголь в Британию по дешевой цене, там рабочие начнут восставать. Точно так же здесь. Да. Вот, например, у нас есть челность. У нас есть две хроматомы или два участка. Одна из них состоит из гетер хроматина и эу хроматина и зеленых барьером. Другая чистая эу хроматина. Теперь представим себе, что произошла транслокация. То есть куски хроматомы вот этот и вот этот слились друг с другом. Здесь красная черта показывает отсутствие барьер. И в итоге дети от хроматина начинают распространяться. Если это произошло в какой-то клетке, то у разных ее потомков произойдет инактивация выключения разного числа ген. Ну вот гена 1, 2, 4, 5, вот здесь 1 отключился, 3, а вот здесь вообще ничего не случилось. При этом интересно то, что динамика генетер генетер хроматина еще зависит от положения клетки в эмбриональном развитии. Ну то есть рано она находится или поздно только что начавшая дробиться в яйцеклетках и это какая-нибудь уже дифференцированная эпителиальная клетка. и вот если в какой-то промежуток времени гетер хроматина распространяться может, например, при дроблении, дальше он прекращает распространяться и все потомки этой клетки, у которой демонстрирует демонстрирует один и тот же фенотип. Ну вот, посмотрим на муку на дрозофию. У нее это было открыто на краске глаз. Есть ген, отвечающий за синтез грандшерного пегмента, соответственно, его мутация приводит к грибингу гладости, называется он варит. Так вот, если произошла трансфонтрация, такая, что гетерохроматин зеленый, то ген Y оказался близко к гетерохроматинам, то у некоторых клеток он отключается в развитии мухи, в аборигональной, и потомки этих клеток на глазу дают белые пятна, а красные это те, у кого не выключатся. Или красные это те, у кого транслокация не произошла, вот эта хомосомная, и, соответственно, ген не мог выключиться, потому что у него вот такое нормальное положение, и эти хроматин не может захватить водороген в силу наличия барьера. Вот такие главные вопросы. Так вот, ну, теперь начнем говорить о тех вариациях в структуре, инуклеосомы, чем-то еще, которые дают возможность вот таких интересных особенностей поведения хроматина на большую, ну, макро-стейл, большие достанцы, большие масштабы. Вот, например, мы говорили о том, что у нас есть гистоны H3 и H2, но не все так просто. Помимо них есть еще эргомологи, так называемые вариантные формы гистонов, которых обычно бывает меньше, которые экспрессируются рентгеном меньше, и которые выполняют специфические функции. Вот, например, у H3 есть вот два таких теневых родственника дальних, которых мало. Например, H3.3 он появляется там, где хроматин активен. Если посмотреть, у него вот здесь есть несколько точечных мутаций, которые меняют его последовательность по отношению к H3. Да? И, например, есть еще ЦЕНПА. ЦЕНПА это синдромерный протеин А. Он появляется в синдромере, и потом я расскажу, что он делает интересного, в результате чего на синдромере появляются какие-то доходы, структура, которые могут михатручки перферятироваться. Ну вот у H2 есть несколько тоже вариантов формы гистонов, из которых H2x занимается репарацией и рекорбинацией, мы потом поймем, почему они, эти два процесса очень тесно связаны друг с другом, почему один и тот же появляется в обоих этих процессах. Ну, то есть там, там, на хроматиннике происходит репарация, где повреждение какое-то случилось, оно ремонтировалось, там появляется вот этот чувак. Ну, не на меня аж два раза, который появляется там, где гены активны. То есть, считаем, как H3. H3. Ну, мака H2 занимается забавными штуками. Он вместо активации репрессирует, то есть, выключает у нас, то есть, есть активаторы, так, и репрессоры, транскрипции, уже на уровне гистонов. То есть, мы с вами привыкли думать, да, что гистоны, в принципе, это репрессоры, да, потому что он на гене сидит, и белки не могут пройти. А вот так. Пойдем дальше. Вот я сказал о ЦЕНП-А, о хитром варианте хистонии H3, который заменяет его в тех ногоеосомах, которые сидят в центромерных участках. Это есть у дрозофилов частности. Ну, у дрожит, я и путаю, у сохранности сервизии как вариант. У него здесь показан модифицированный измененный N-концевый хвост, он связывается какими-то корними велками. А вы выглядите это подробнее вот таким забавным образом. Это не котребучка вертина земляния, а это вот это самое хитрое репрессон. Мы помним, что у дрожей, у бачкующихся такой сохранности сервизия, центромерная последовательность длинки чрезвычайно короткая, всего как раз таки 150 нуклеотидов. Именно вот к ней единственная приходит одна единственная особенная нуклеосома, в которой третий гистон заменен на цепп А, и к нему приходят во-первых, к нему приходят белки, которые взаимодействуют с моторами и с белками, которые связывают неконтрюбочку, связывают они ее так, что выдают ее плюс-конец, может полимеризоваться и деполимеризоваться. Здесь идет моторик, который бегает в соответствии с направлением его полимеризации и деполимеризации. Но не все так просто, к этой центримерной дынке приходит еще и отдельно, независимо от цента, последовательные специфичные белки, которые эту последовательность дают, и как раз таки приводит к тому, что вот в этой особенной нуклеосоме H3 заменяется его вариантную форму на центу А. А ну, такая вот забавная история. Хромосома присоединяется к галитину всего лишь за одну единственную нуклеосому. И это все работает. Мы говорим об энергиях взаимодействия. Вот такие здесь энергии, что это все негативно. Вот. Ну, немножечко такой философский момент регуляции. Ну, мы понимаем, что суть и задача любой последовательности на ГНК это быть связанным каким-то белком, например, промотор связывается с какими-то активаторами транскрипции, и в конечном ГНК поднимается реверпоевод, и самым прямым образом голка или что-нибудь еще связывается какими-нибудь еще белками, и нуклеосому в общем случае препятствует этому связку. Против говоря, интересный момент. Не все так просто. Мы уже видели, что нуклеосому связывает белку со стороны малой борозки, изгибая ее, да, и значит, что большая борозка большей части открыта для секвенс специфичных белков, специфичных последовательностей. Поэтому они могут связать последовательность и на нуклеосон. Но проблема, естественно, в исторических ограничениях. Многие гидринкоотвязывающие белки связывают ее с нескольких сторон. Мы помним какие-нибудь цинковые пальцы на кротиночке это было чем-то вроде такой прощи, который с разной стороны хватает на нуклеосон. По большой борозке. Здесь это невозможно. Так вот, таким образом, в общем виде, если это промоутер, ген будет тем более активен, чем чаще вот этот кусок генки оказывается высвобожденным из нуклеосом. Кстати говоря, данные молекулярные динамики показывают, что куски нуклеосома, куски динки на нуклеосоме весьма часто оказываются свободны и доступны для белков и также часто вновь связываются с нуклеосомом. Примерно 10 раз в секунду и на несколько миллисекунд краевые участки оказываются свободны. Вот так вот. Именно тогда они имеют возможность быть связанными с белками. А вот куски динки участков, которые находятся ближе к середине сайта связанного нуклеосома того участка где она сидит, оказывается куда реже свободны. Поэтому белки к ним приходят реже. То есть позиционирование распределения нуклеосом по отношению к сайтам на дмке уже влияет на частоту их связывания активации белками и прочих вещей. Ну как бы повлиять на нуклеосомы так, чтобы они с промоутера какой-нибудь на дмке освободили. Есть специальные белки, которые занимаются этой перестройкой нуклеосомы или ремоделированием. ремоделированием хайматизм. Белки ремоделированием хайматизм. Ну вот здесь показаны что-то вроде моделирования структуры этих белков по данным электронным микроскопам. Вот здесь нуклеосома и вот так ее обнимает огромный комплекс этих факторов ремоделирования. Они по молекулярной массе огромные, там больше 100 килогалитон занимаются они простыми вещами. Они гидролизуют АТФ и передвигают нуклеосомы относительно ДНК. Делают они это различными способами и с различными результатами. Вот например у нас есть какой-то выделенный участок на ДНК красный в нем сидит нуклеосом. Белок ремоделирования может передвинуть эту нуклеосому участка и он оказывается свободен. Либо он может вообще выкинуть эту нуклеосому либо он может принести в эту нуклеосому какой-то другой например димер H2H2V а в этом димере сидит вариантная форма H2A или H2V и эта другая форма вариантная дистона может повлиять на связывание этой нуклеосомы какими-то другими белками. Ну так вот теперь немножко погрузимся в структурную химию точнее в яхимию и теперь посмотрим как именно работают факторы недвижения этой нуклеосомы. Вот смотрите есть у нас белок розовый который обнимает нуклеосому и у который допустим участок входа длинный синий а выход это красный зависит от направления коронавирусного которое мы сами выбираем да у всех я еле дотягиваюсь ужасно у всех факторов премоделирования хроматина есть отдельный домен специфический для них так называемый транслаказный здесь он представлен как вот такая вот заглушка и какой-нибудь рычаг который может иметь так вот если так вот мы помним что на вот эти полтора оборота вернки вокруг нуклеосомы приходится 150 партнерсований из которых всего 15 витков двойной спирали таким образом мы можем контакты нуклеосомы с малой бороздкой двойной спирали которых всего 15 пренумеровать но здесь мы видим только верхнюю из них половину и она вот здесь циферка пренумерова я даже не вижу в циферке но вот пренумерова смотрите что происходит дальше наша транслаказа транслаказный домен меняется конформацию при связывании от рефуги древности он проталкивает ДНК так что большая часть контактов ДНК с нуклеосомой сохраняется и таким образом энергетические требования удовлетворены плюсики находятся рядом с минусом да но появляется вот такая выгибающаяся петля что происходит далее мы видим что эта петля выкидывает делает невозможным один из 15 контактов ДНК с нуклеосомой всего ничего далее эта петля передвигается сейчас покажу что происходит она вращается вдоль ДНК охватывающей нуклеосомой и постепенно она доходит до сайта выхода ДНК из нуклеосомы до выходящей ДНК и она оказывается чуть линией в итоге эффект реакции такой что нуклеосома передвинулась относительно ДНК мы видим здесь проявление принципов ферментативного катаблиса а именно если бы неферментативная реакция передвигания нуклеосомы состоит в разрыве всех контактов нуклеосомы с ДНК и потом реформирование этих контактов в каком-то новом месте то в случае ферментативного катализа мы видим что всего лишь один контакт развивается и таким образом мы можем все это свести знакомым нам кривым уменьшение активационного энергетического барьера реакции вот здесь если в случае неферментативного перемещения нуклеосомы мы тратим энергию 15 контактов то есть будет 15 ябл энергии 15 каких-либо чего пилозоны леопардных ферментов политические метафоры хорошо 15 звезд это здесь всего одна пойдем дальше что у нас надал а дальше у нас еще одно общее соблюдение ну я уже сказал что суть нуклеосомы состоит в том что в связанном не слоем от последовательности дренки не зависит еще не смотрите на этот слайд я сейчас не про него угодно но у этого общего концепта есть некое ограничение мы помним что нуклеосомы связывают дренку по малой бороздке а малой бороздке при этом дренковина сгибается ну я постараюсь это изобразить ну в общем неважно здесь в малой бороздке радиус кривизны молекулы маленький да потому что ближе к сгибаем нуклеосом поэтому соответственно скривление больше и энергетические проблемы выше но мы помним что последовательности у которых АТ участки и ГЦ чередуются через 5 таким образом что АТ постоянно на малой бороздке а ГЦ на большой и на друг эти участки изгибаются так как удобно нуклеосоме куда легче чем просто участки случайного воспаления нуклеотит то есть нуклеосома будет что вот в этих участках через 10 сидели АТ а здесь что угодно ну например я тоже расскажу вот то есть нуклеосома непрямым и неоднозначным образом позиционирована все таки на последовательность но главное сейчас нет а главное следующее от того как белки сидят на ГМК тоже зависит как нуклеосома будет позиционирована например если расстояние между соседними белками меньше чем 150 поэстований то нуклеосомы сюда не залезть они будут сидеть только с одной стороны от каждого от белков если же белков белок геничным экземпляре то и поэтому он любит связывать нуклеосомы с одной стороны от него нуклеосома будет позиционирована точно всегда и везде помимо когда есть нуклеосома тогда тогда не только тогда вот ну собственно я забыл что у меня есть уже этот слайд я сказал о непрямом позиционировании нуклеосома несколько преждевремен вот пожалуйста иллюстрация к этой самой концертности у нас по малой воровски если идет АТ а по большой ГЦ то ДНКОРИН изгибается легко вокруг нуклеосомы и соответственно нуклеосома легче с энергетической точки зрения взаимодействует с НЗ ну я все вот упоминал об НКОНСовых участках нуклеосом о том что они могут для ее вырячиваться о том что они направляют витки ДНК по нуклеосоме о том что они же помогают нуклеосому формировать сложные высокопорядочные структуры серии тридцатинно-метровых фибрилы там соленоид так вот здесь показан способ с помощью которого клетка может и заменять и структуры и вероятность формирования эти структуры много чего вот у нас есть нуклеосомы хвосты и вот и на многих из аминокислот этих нуклеосомых хвостов могут выноситься разные ковалентные модификации т.е. вот на примере здесь буквами К обозначены резиной там С серийной и так далее да разные флажками разной модификацией поэтому обратите внимание я говорил что тетрамер H2 или господи H3 H4 важный который первый связывает вверху и формирование глостов и следовательно более важен для формирования йод так вот основной глостомер суммарно имеет более длинные н-концевые хвосты на которые может сажать больше модификаций случайность и необходимый вопрос открытый но факт остается фактором вот ну пробежимся вкратце по основным типам модификаций вот у нас есть самое простое это ацетилирование лизина у лизина есть аминогруппа эпсилон кажется если это нумеровать в конце то есть большую часть вернее претанирована у нее константа сейчас скажу в агене 11 ого в агене 12 и у нее 11 это значит что только при бнк 11 примерно половина этого лизина будет дерметанирована в агене в агене в агене движение руки мыслить на концерт сражающим в агене в агене в агене так вот стоит только добавить ацетил вот сюда как неподеленная электронная пара на азоте начинает делокализоваться с кетогруппой все представили и протонирование делается невозможно при нейтральном пара сложительный заряд на а вот если мы возьмем и пропусфорилируем серин появится отрицательный заряд может даже не один так вот например я же вам рассказывал как энтенцовые хвосты могут взаимодействовать с кислой ямкой на аж 4 гистония во время энтенцовые от аж 3 да так вот если их процитилировать или боже упаси протонировать формирование сложных структур для цитинного металл кремл будет невозможным сила электростатического оттапки прочее ну есть еще и метилирование которое может происходить по резину и по резину метилирование резина может доходить до уморочительных стадий в числе 3-х метилов на 1 резин и тогда его даже депретонировать нельзя в итоге мало того что здесь положительный козаряд ну так сказать усиливается так он еще и невозможно его выпустить если же метилировать аргинил то можно встретиться с куда большим числом возможностей сайтов где его можно пометилировать метилирование может быть асимметрическим метилом когда метил сидят на разных оборотах это катализируется разными элементами равно как разные белки распознают эти батики модификации как видим комбинаторное пространство разных модификаций или даже полгипер пространства невообразимо велико метилов ну иначе и все сейчас мы коснемся тех белковых доменов которые не наносят а считывают вот есть два таких консервативных белковых доменов как называемый хромодомен красный и бромодомен синий из них хромодомен распознает метилы а бромодомен распознает ацетилы ну синие при этом эти домены бывают разные они распознают разные аминокислотные позиции на кальфинцевых хвостах гистол и естественно разные модификации как я уже знаю можно еще раз кто что распознает бромодомен испознает ацетилирование кромодомен вентилирование ну я будущим сервисником этого не знал так что на ваше усмотрение запоминать элемент ну вот такие истории бромодомены ацетилирования да давайте все спросим это вот знаете был такой ну как мне одна учительница такая вот пожилая суровая но очень добая рассказывала как она заставляла своих учеников запоминать бессмысленные непонятные сочетания букв вот например ну они были такие там у нее школьнички были совсем уже такие маленькие глупенькие но когда она рассказывала им про холестерин и стероиды она сказала вот знаете ребята вот сейчас я вам назову такое слово ужасное но вы его не запоминайте потому что его запомнить невозможно вот стероиды это по сути производные циклы пинтан пергида финантри и все запомнили вот то же самое с хромодоменами вот очевидные факты нужны для всевоза небось часть забудете а вот это будете знать эволюция мем все это очень странно ну пойдем дальше еще один домен PHD мечта студентов философ философ научные стеки но в самом деле это не тот PHD это плант гомеодомен плант гомеодомен ну гомеодомены это такие это вот штуки ДНК распознающие которые я вам уже рассказывал спираль поворот спираль помните одна спираль нахлёстывается но гомеодомен это еще одну спираль добавлен вот это те самые белки при мутации некоторых из которых удрозофилы вместо усов вырастают лапы или вместо жужели скажи вот один из родственников этого домена гомеодомена урочкиний вместо ДНК распознает приметеллированный лизин а как помню там историю я очень помню это помню наш лейкар вот именно приметеллированный деметелированный не трогает ну вот то увидите на прекрасные картинки которые показывают отдельно сайт связывания деметелированного лизина и участки связывания вот этого инструктурированного ряда целого хвоста обратите внимание лизин выбран в качестве аминокислоты подвергаемой многиматификациям потому что он длинный видите у него там целых сколько 4 углерода CH2 деляются альфа вот азота поэтому белок может его связать но я уже рассказывал про эксперимент с ДНК на стиле когда белок в креме материаза будучи слишком зубастый не может схватить эту ДНК по некоторым сайтам просто потому что они от нее слишком дали полегат а стекло не дает не схватить ну это из серии журавль кушает блюдца а лиса скушит еще один интересный пример это несколько доменов которые связаны друг с другом ковалентно в один дно и распознают несколько мотивитаций в чем у нас тут нурф нурф ну это там что-то nuclear что-то там responding factor я не помню эти стрёмные вариаторы и PHD тот же самый который является нурфом еще брома доменки мы прифигачили которые ацитилированы видимо распознают так вот эти два домена облегают нуклеосому с одной стороны но с разных углов и распознают не просто конкретную мультификацию конкретную комбинацию мультификации фактически это уже что-то близкое к языку к коду когда не просто там где бы метил ни сидел он все равно повышает вероятность компактизации хроматин а вот здесь вот он в одном месте сидит и хроматин одну штуку пляшет а в другом не стоит хроматин другую штуку пляшет кстати говоря с позиции гистонова кода вот этой концепции которая возникает у нас сейчас здесь ацетилирование резины менее однозначно и менее похоже на код то есть можем сказать следующее чем больше ацетилов на разных местах тем более активен хроматин эта тенденция выполняется большую часть времени ну это из серии чем больше чем больше чем больше двойку вы написали тем больше число она обозначена в наших знаках в нашей арабской системе вычисления вот это вот это мы тоже но для ацетилирования хроматина это не характерно а вот точнее это не характерно да то есть вот это двойка случая ацетилов ацетируется как отличное что с нашей точки зрения является полнейшим идиотизмом в смысле то есть каждое число ацетилов да именно то есть смотри ну грубо говоря чем больше число ну смотри если рассматривать ругать с позиции абстрактного кода то сколько раз ты поругаешься неважно ты в любом случае своего собеседника послал да ну вот для ацетилов это не характерно то есть чем больше ацетилов тем серьезней тем серьезней ты его и дальше послал да но это логично потому что наш язык на самом деле не код у нас много эмоций в языке да и чем больше ты кричишь я прав тем более прав ты вне не окружающих ну или если ты залезешь на стул на стул или есть ты выслал не вообще наверное но его не мастеркация мы все и подъем для метилирования характерны кодовые свойства то есть метил например в позиции КАШ 3К4 что это такое это 3К3 да и 4-й резин с N конца почему резин это К? ой я не помню честно говоря потому что К близко к L но L пошла на рецепт а то есть аминокислотные буквы это полнейший трэш там простые аминокислоты называли пеной рукой например аланин назвали А а вот на аспарта тоже букв не осталось поэтому его назвали Д ну глутамат тоже букв не осталось и осталось его назвали Е ну вот так да триптофан например после того как ГРИК да после того как Т ушло на триамин его назвали W потому что триптофан это здоровая молекула и W это здоровая буква такая логика была почитайте в Ленчжи там еще и с ней написано я просто сейчас что-то вспомнил то я сказал о господи у нас скоро будет первый ну вот метеллирование в этом положении моно-метеллирование это метка энханцера на энханцерах сидит а диметеллирование сидит на промоторах а вот H3K 9 метеллирование любое это чистый гетерохроматин поэтому это насколько помню факультативный гетерохроматин который еще может стать активным а вот H3K27 метил 3 это уже ссылка на беловой канал пожития с расстрелом это облигатный гетерохроматин который там центромер метиломер и прочее который лучше вообще не пускать никуда ну как мятежников которые лучше поубевают вот я берет или надо да это был период можно еще раз да что H3K это резина учитель аминокислотных его можно метеллировать один раз или два да и при этом в гестонии есть несколько резиновых один из которых четвертый сон конца для его тебя а вот от 27 это количество метеллированных дважды резинов нет это номер это номер резинов да от его от конца от конца от конца белка по всяк ну вот трижды это совсем стрёмно если вот такая модификация то она еще побежит на разные стороны начнет расползаться а на промоутрах H3K4 метил два это промоутер H3K4 метил 1 это промоутер H3K4 9 метил что-то там это фокультативный H3K2 H3K2 метил это совсем ну я не думаю что это интересно здесь многим от того что мы уже начали беседовать это пойдем дальше а дальше мы рассмотрим вот такой ну совершенно абстрактный сферический вакуумный путь в котором последователи специфические белки взаимодействуют с факторами ремоделирования хроматина третьей руки не хватает и с модификаторами этого хроматина с теми которые наносят модификации с теми которые эти модификации считают четыре руки вот смотрите пришел специфичный голубой белок связал свой таргет сайт ну таргет это мишень при этом оказалось что этот сайт находится в линкерном пуске ДНК поэтому белок может связать но проблема в том что вот как бы рядом этот ген сидит надо его освобождать от компрессона и вот начинается все с того что этот стиль специфичный белок зовет гистон ацетил трансферазу или гистон ацетилазу который бьет наносит ацетил он тут везде проацетилировал N-концевые хвосты по какому-то конкретному остатку чаще всего бывает так но может и все подряд бывают вот такие поехавшие эксперименты и тут нормально вот ну что произошло дальше дальше произошло следующее ну не сверх перешел да дальше у нас нуклеосома стала более подвижна потому что ее N-концевые хвосты ацетилированные меньше взаимодействуют с ДНК да плюсики пропали по этому минусу оно может свободно гулять и на этот раз красный кусок ДНК красный сайт освободился и к нему пришел другой секвенс специфичный белок пришел и он на этот раз позвал фактор ремоделирования хроматина который сейчас делает следующий я нажал я нажал я нажал и он он возьмет и отправит вот эту нуклеосому под туды освободится зеленый сайт придет зеленый белок и вот сюда уже нуклеосому не сядут то есть когда белок сел он весьма афинен то есть большим цитством ДНК обладает константы связывания большая да туда уже нуклеосому не пойдет он может например прийти РНК-полимерал и будет еще чувак который если это ренханция то это будет белок который придет к промотору который где-то там в чему-то ракане сидит и уже к нему придет сам полимерал петля это если ну понятно говорим о нем вот ну и теперь мы будем расширять наши истории про считывание и записывание в экспликации следующим образом ну вот здесь такой вот сумасшедший белок крокодилский чувак это белок который связывает разные модификации разные инстанции дальше который как таковы является РНК-премиация транскрипцией при этом обратите внимание на следующее белки которые обладают более чем одним сайтом связанных вот здесь и леганды которых более чем одним сайтом связанных не обладают будет уже непонятно что рецепт а что леганды да для этих штук характерна самая жесточайшая кооперативность а именно я еще раз нарисую сигмольную кривую вот здесь концентрация белка и здесь концентрация белка но здесь первый а здесь второй неважно кто и мы видим что при некоторой концентрации если мы меняем концентрацию только один то есть концентрацию нуклеосом модифицированной весь белок 2 переходит связанное состояние таким образом кот либо мертв либо жив это способ парадоксов которым биологические системы избавляются от парадоксов квантовой неопределенности а мы еще удивляемся почему мы видим либо 1 либо 2 либо вот поэтому часто ну вот как раз таки этот самый слайд про то что я уже рисовал про то как отдельные модификации взятые взятые вне зависимости от контекста влияют на те разные процессы вот например я уже говорил что H3K9 метил это выключение гена а вот если по тому же сайту проацитилировать то есть не дать возможности этому сайту быть прометилированным то есть модификации могут противоречить друг другу и быть взаимоскучающим кроме того если приступить сюда активаторную метку H3K4 метил это будет сильный экспрессий ну и вот я уже говорил H3K20 то есть некоторые метки могут взаимодействовать на процессы типа экспрессий генов или конденсации вне зависимости от контекста но чаще всего получается так что одна мысль усиливает другую и вот например хромодомен связавший вот этот метил позовет на себя и возможно он уже имеет с собой гистон ацетилазный домен который вот эту модификацию нанесет поставить вот эту метку ну вот например как здесь здесь изображена простая система распространения расползания коричневой чумы или красной чумы имя волос специализма вот например у нас какой-то специфичный белок съезжал ринкер сайт к нему пришла гистон ацетилаза специфическая потом этот ацетил резин был считан а теперь представьте себе если белок считыватель ковалентно присоединен к белку записывателя того же самого ацетилированного резина в итоге раз два три и так далее все эти ацетилы поближали вдоль похроматилы или метилы при этом может быть даже еще более забавная и сложная хрень представьте себе что одна модификация будут все считаны следующие модификации делают другую например один два а два в свою очередь связывается такими белками которые на следующую нукресону наносят один вот такие циклы получаются эти циклы нечто более сложное чем однородность могут тоже распространяться по храму может быть что-то еще более сложное вот так вот такие дела теперь ну вот у нас все это бежит 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 распространяется а как же это все дело ограничено а то у нас все загибает романтизируется или все наоборот включится большая проблема вдруг нейрон подумает что эритероцит выкинет свое ядро или еще что более ужаснее яйцеклетка подумает что у меня эритероциты выкинет свое ядро эритероцит будет очень невесело как-то для нас ну вот а как же это все дело ограничить ограничить можно в следующем образом например мы можем прицепить хроматин за последовательность специфических белок например к ядерной поре а около ядерной поре обычно сидят активные гены и там сидит куча гистоносутилаза гистон геметилаза ну в общем смысле да в общем случае мы любим считать что вентилирование это выключите а вентилирование это выключите все равно там так вот если отправить вот этот вот этот сок в активный компактнер то пришедший гетероатроматин распространившийся будет выключен не сможет потому что важные релевантные для него модификации будут выпиливаться или там уже будут светиться филы вместо метель ну можно просто механически закрыть нуклеосомы и отмечения модификации либо можно безотносительно активных компактнер гидра посадить барьерный белок опять-таки насилие который будет в одну или в обе столь нуклеосомы модифицируют активно вот например эти барьерные последовательства называются инсуляторами инсула по-латыни остров а инсуляция и так далее многие активно экспрессирующиеся гены оказывается выступают инсуляторами например гены транспортные вот они как активные и поэтому они работают так что их никто выключить не может там самоподдерживающиеся циклы нанесения этих модификаций при лечении полимераза и так далее и эти архемативные спрессирующие генов я сейчас скажу как движение полимераза по гену связан с внесением разных модификаций как распределение модификаций на ДНК влияет на ее сплайс очень много всего сумасшедшего бывает вперед но это потом вот ну вот мы поговорили о том сколько всего интересного может возникать на хроматине ну я совсем немного говорю что репликация еще без связи дело так вот вот у нас куча всего интересного может быть на хроматине ну вот взяли мы реплицировали хроматин если синоплеосомы уходят при репликации да казалось бы чтобы ДНК прочитать удвоить нужно выкинуть на хроматин если они уходят и потом ставятся непонятно куда то все наши сложные модификации распределения активности генов вся наша эпигенетика да эпигенетика все тут же пропадет так вот в клетке есть специфические механизмы которые это предупрещают ну как это стало ясно во первых для начала ну когда ученые научились метить старые и новые гистоны разными изотомами например там М15 и М14 да стало ясно что гистоновые тетрамеры распределяются по дочерним нитям ДНК после репликации хоть и случайно но они несмотря на это остаются на них не уходят да тогда как димеры каждобажного В при прохождении репликативной вилки комплекс экспериментов которые вываливают и двигаются вперед уходят в и приходят к совершенно новым случайным позиции то есть мало того что тетрамере HTH4 дважды важнее для нуклеосона и он приходит в приемную мирование так он еще именно для Н2 остается а H2H2В уходит непонятно куда именно поэтому это еще одна причина по которой большая часть сложной регуляции неделинных антинцеллюхностов как же это все дело происходит ну поговорим немножко о модификациях вот у нас есть ацетилированные например тетрамеры часть из которых случайно отправляются одна на черную цепь и часть на другую но все пустые позиции нуклеосов которых нечем занять потому что нуклеосом еще нет занимаются новыми тетрамерами и происходит рано то же самое что и с распространением эпиденетических методов приходит считыватель бромодомена связанный с гистонцетилазой которая все это восстанавливает а при репликации есть специальные белочки которые заняты тем что тетрамерами остаются там где были на тех же участках ДНК но на разных дочерних ДНК а димеры могут гулять они могут пойти в другое место на ДНК в другую позицию так вот так вот как я потом и скажу ДНК полимеразы подробно ДНК полимеразы закрепляются на ДНК с помощью кольцевых зажимов белков которые для его называются PCNA Short Templation Cell Nuclear Essence вот и за это за это самое колесо за которое цепляется полимераза чтобы не отвалиться и работать хорошо цепляется также белок АП1 неважно запоминать что это за белок главное то что он цепляется и во-первых новый татаромер связывает и сует туда же во-вторых старый татаромер после того как не отвалились при движении хватает и сует туда же а вот другой белок АП1 занимается переносом димер H2H2B и он может спокойно дефундировать вне репликативной белки и приносить вышедшие высвободившиеся димеры куда угодно эти два белка называются гистоновыми шаперонами Шапероны у нас занимаются белоковым полным ну вот эти гистоновые шапероны занимаются приведением гистонов нуклеосов правильную конформацию и позицию относительно ДМК ну вот если в общем такую еще схемочку показать то у нас после удваивания плотность генетических метров ацетилов метилов и так далее анагистона снижается но пришедшие комплексы читатель-писатель ну никак не было я уже не могу это красиво по-русски перевести да и переводные тоже не могут эти комплексы берут и наносят на пустые немодифицированные магросомы те же самые снижаются вот ну я говорил вам о том о центромерах даже говорил ранее о том что у человека эти центромеры очень стрёмные и похоже в последовательности даже не зависит так вот центромеры у человека это та самая эпигенетически стабильная структура которая содержит нуклеосомы с особыми вариантами формами гиссонов цент а например и особого рода при этом если у хромосомы центромер выкинуть всю последовательность на которой то может возникнуть новое центромер так называемое неоцентромер то есть отсюда мы можем заключить что вот этот специфический набор модифицированных нуклеосом на центромере не дает соревноваться новым центромерам надо то есть только один одно солнце один император всеосийские а не будет нового изменения но хромосомы в плане своей последовательности хранят на себе отпечатки былых центромер у нас же нуклеосомы хромосомы в процессе эволюции перекомбинировались перетасовывались были разные хромосомные переструй так вот если получится так что две разных хромосомы с двумя центромерами при возникновении вот здесь разрывов возьмут и сошьются вот в такую уродливую структуру вот две центромер оно конечно чаще всего разорвется при методе но может возникнуть вот такая штука одна центромер перешибет другую да это как в Риме в 14 веке было папа и антипапа вот как у нас есть следовательно мы еретиками считаем здесь но последовательность останется а почему же возникла эта особенная центромерная последовательность почему бы центромер не формируется вообще на рандомных левых спусках ДНК так конечно происходит но многие центромеры еще и последовательность особо имеют так называемого альфа-сателлитного ДНК а чтобы понять почему это происходит давайте поглядим и снова последовательность если мы ее поглядим то мы видим много повторов например там же есть повторы по килобаттам но если поглядеть внутрь этих повторов то окажется что они сами по килобаттам являются двиньями повторов на тренду 500 но просто эти повторы не совсем идентичны есть точечные замерки если поглядеть внутрь еще получится чуть поменьше и вот так деля 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 с ее информатики поняли что минимальный повтор исходный есть по длине 200 нуклеотидов а 200 что это период расположения нуклеостром на ДНК нуклеостром в среднем в одну количестве одна штука на 200 паре оснований это нам подсказывает что вот в этой центромере могла происходить амплификация перетасовка некоторых исходных 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 которые могли быть совершенно левыми какими трансфазонами которых уже двое есть они уже друг к другу могут рекомбинировать если например как у нас могут произойти неравный к символе мы будем об этом поговорить сейчас пока анонсируем. Вот у нас есть два одинаковых гена на одной хромоцометрии, два на другой. Я, ребята, стеснее нарисую, вот так. Теперь представим себе, что в процессе рекомбинации кроссингоя, понимаете, они выравниваются ни друг против друга, а вот так. И вот так вот произошел кроссингоя. В итоге у нас на одной хромоцометрии, а на другой одна. А теперь представим себе, что одной копией гена для жизнеобеспечения, для комфортного существования не хватает. Двух хватает до трех и подавно. В итоге выживет только с тремя. И вот такой необратимый храповик, вот такой вот вечный двигатель и демон Максвелла может способствовать экспансии повторов. Ну, расскажу, уж не могу удержаться, о некоторых вот таких экспериментальных историях, которые показывают, насколько гистоны важны для сохранения этой генетической информации. Вот смотрите, есть у нас взрывающая мышь. Давайте перейдем. Ну, я уже начал рассказывать про эмбрион мыша, сейчас расскажу подробно. Смотрите, люди хотели понять, как варианты по эмбрионам влияют на эпигенетическую память. Эпигенетическая память в общем виде, ну, это вот способность генов сохранять уровень своих экспрессий в течение нескольких клетчатых поколений. Вот, например, есть такой восхитительный белок МИОД, о котором я уже рассказывал. У него там домен, узнавание, энергии, спираль, 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 спираль. И вот, его если индицировать в клетку, да, блок, то он может поставить в верхнюю мышечную. Но, не всё так просто. А по временам эта мышечность делает неустойчивость. От чего же это зависит? Подумали люди. А вот они взяли и решили сделать такой эксперимент. Вот, значит, в клетку из позднего эмбриона, это даже не мышь, это лягушка, но и то же для нас. Вот. В выделенные клетки из позднего эмбриона, лягушки, после дистилляции уже, в... простите, мокрое. В ядро инъецировали вот этот самый МИОД, и потом, через некоторое время, вот эти вот выделенные клетки превратили в эмбрионы. И посмотрели, как же у эмбрионов экспрессируется этот самый МИОД, сахар, ну и он стал искать. При этом, некоторые эмбрионы были такие, у которых дилетирован, то есть выкинут ген в вариантной форме гистона H3.3. Тот самый, который за экспрессию генов отвечает, за активность. Так вот, у тех мутантов, у которых H3.3.3, они были жизнеспособны. Так вот, у них экспрессия МИОД была совсем низкая. Ну и, соответственно, у тех, у кого нормально было все H3.3, H3.3.3. Да. У вас есть путь? Есть путь, и нам он уже не нужен, но будет через некоторое время нужен. Я сейчас скажу через час. Ну так вот. То есть, раз в гельях стоит немного, там возможна эпигенетическая память. Это уже не ходит. Ну вот, теперь я расскажу, вот здесь такая немножко странная нуклеосома, но я ее решу. Я расскажу о том, как можно более точно, по сравнению с теми политическими методами, изучать позиционирование нуклеосом на ДНК. То есть, в каких позициях относительно конкретных последовательностей генов располагаются нуклеосом. Ну, в эпоху до синхронирования ДНК делали это так. Брали кучу хроматина, выбирали ген, к которому есть флуэсцентно или радиоактивно помеченный зонд, ну, комплементарная ДНК, да, которую можно добавить, да, и будет ясно, что там есть. Вот. Таким образом, помеченный зондом ген у нас есть, мы можем узнать, есть ли эта последовательность в нашем объекте, например, ремене. Ну вот. Далее, рядом с этим геном, который можно визуальировать, в последовательности генома выбирали сайт-рестрикции, который можно порезать. и потом, ну вот здесь, в данном случае, да, резко происходит хроматина по этому рестрикционному сайт-рестрикции. И кроме рестрикции хроматин еще резали микро-боковые нуклеары, которые я говорю. Поэтому резали так, чтобы разрывов в среднем было мало. И в среднем по одному разрыву на промежутке. Так вот. Если нуклеосомы располагаются относительно нашего гена регулярно и правильно и одинаково во всех местах, то расстояние между сайтом и рестрицией и точкой внесения разрыва микро-боковой нуклеазы будет всегда более-менее одинаково. Это значит, что если после резки хроматина нуклеазой и рестриктазой мы отделим ДНК от белка, разгоним ее на форезе, потом перенесем ДНК на бумагу, на фильтр какой-нибудь там, его сейчас используют какие-то нитроцеллюлозные, но просто на бумагу, да, ДНК перешел, закрепилось там, мы ее подсушили, ДНК осталось на бумажке. Если потом мы накапливаем ДНК, который по форезу мы отделили, этот наш светящийся зонд, комплементарную ДНК, то мы можем увидеть на форезе одинаковые полосы. Но при этом полосы будет несколько, потому что нуклеаза может делать разрыв не через одну нуклеосому от сайта рестрицией, а через две номера, будет подлиннее. Здравствуйте. Здравствуйте. Закончите в следующий раз, вернемся на форезе. Хорошо. Спасибо. Так вот, вот эти вот куски могут быть разной длины, в зависимости от того, через сколько нуклеазов нуклеазами как оковые внесла разрыв по отношению к сайту рестрицией. Но будет одна очень жирная полоса, которая отвечает вот этому вот соседнему артеру. Вот видите, видите, есть мелкие куски с нуклеосомы. Ну и если же нуклеосомы располагаются совершенно по-разному относительно этого нашего участка, то на форезе будет куча-куча разных кусков, огромнейшие, самых разных. Это значит, что регулярного позиционирования нуклеосомы так делали, если проводили исследование в догеномную реагу, и так могли выяснить лишь расположение нуклеосомы относительно одного сайта. Но как же сделать это в полногеномном масштабе? Как понять, как по геному распределены нуклеосомы? Очень просто. Взять и порядок нуклеозой снова. Это мало ее концентраций. И потом вы найдете полученные куски, просто взять и отсеквенировать. Есть много способов секвенирования, то есть прочтения последовательности ДНК. Они все такие довольно-таки забавные, я вам как-то ничего не скажу. Но суть в том, что последовательность вот этих кусков мы можем узнать. Потом сопоставить эту последовательность с последовательностью генома всего. Наложить. Если все риды, то есть короткие вот эти вот чтения будут наложены регулярно столбиками, иначе то пересомо позиционируется. Если же случайно, то никакого позиционирования нет. Такие вот дела. Ну вот. Наконец-то первый раздел про хроматин мы закончили, слава богу. Идем теперь к глобальной структуре хроматин. Пока это все организовано по масштабе всего гидра. Ну, для начала поговорим о том, как бы анализировать эту самую глобальную структуру хроматина. Мы говорили о микроскорбии, в частности электронной, которая нам показала стереохроматин, ветерохроматин. Но непонятно, как конкретные участки генома располагаются друг от хроматин. Чтобы понять вот это, мы применяем такую методику. Называется она Chromosome Conformation Cache. 3C. Захват конформации хромосома. В чем состоит ее суть? Эта методика позволяет нам узнать вот такую вещь. Насколько близко друг от друга располагаются два заданных участка хромосома. вот это вот расстояние. Это же полимерная молекула. Она там движется по-всякому, очень забавно. Кстати говоря, вот это вот расстояние, вот это вот, пусть это будет Px, а вот это L. Расстояние по хроматинам. То есть расстояние по линейной последовательности ДНК, да? Ну, грубо говоря, нитку растянули, потом пустили эту нитку плавать в Озе и посчитали расстояние, которое будет находиться между кусками этой нитки в Озе. Так вот, вот это расстояние x зависит от L в некоторой степени. Корень здесь какая-то степень L. Вот эта степень L это размерность пространства. Понятно, да? Если у нас нитка гуляет в Озе, на поверхности Ози, то здесь будет два. Ну, практически первая степень, да? Если нитка гуляет в толще Ози и хроматин в толще Ози, ей будет 3. Ну, это в том случае, если наша лентуальная молекула гуляет непонятно как случайно, да? Ну, как же, ну, то есть это наше предсказание нашей нулевой гипотезы, да? То есть гипотеза, которую мы выдвигаем у нашей молекули, в том случае, если эта молекула вообще никаких особенностей не имеет, просто не случайно. Но, как же нам сравнить вот эти наши предсказания с обувью? Вот таким методом. Я сейчас расскажу последовательности, вы пытаетесь понять, что это происходит? А, то еще не понятно. Я не взглядев и не взглядев. Так вот, вот у нас хроматин, который связан, например, какими-то ДНК связывающими болтами, да? Мы берем и поливаем поливаемые, выделенные из клеток ядра формальдегидом. Нарисую, да? Да. Этот формальдегид дает шрифовое основание с амином группы. группы NH2 ой, получилось H2 и NH2 После взаимодействия получается шивка между взаимодействием амином. НС вот так НН НН 1 2 Что-то руками я подключаюсь. Взбудьте взаимодействие вот 2 Далее После поливания пальмальдегидом ДНК, те участки ДНК, которые применуют друг с другом петли, пространства могут оказаться сшитыми друг с другом напрямую и через белки это не зря Но после этого вот эту вот штуку мы конечно же ее разводим чтобы избавиться от аминогидиды и потом режем терминами рестрикции рестрикционными энтонуклеазами которые как-то помните дают нам липкие концы и которые режут ДНК вот на такие мелкие куски а также на перекрещенно связанные куски вот на такие, да? которые на хроносомки станут похожи что же будет если после этого мы всю эту ДНК залегируем? вот эти куски конечно же замкнутся в кольца но мы разводим ДНК чтобы снова вот этих кусков было мало и вот эти куски тоже замкнутся залегируются, да? а потом мы берем и ставим полимератную цепную реакцию может нам объясняем что такое? все знают ну вот мы берем такие праймеры которые сидят на разных кусках ДНК далеко рука до рука да? на всех кусках ДНК частоту взаимодействия между которыми мы хотим узнать так вот если эти куски оказываются связанными еще и залегированы вместе то пациент между ними пройдет и чем больше продукта по СР ну мы ставим real-time по СР да? кто знает что такое real-time? в реальном времени ну ладно в общем суть этой штуки в том что мы можем узнать сколько ДНК содержится на каждом цикле в реальном времени ну не микроскоп конечно но действительно в реальном времени вы были правы внезапно ну вот и чем лучше получается ПЦР чем больше продукта тем соответственно чаще возникают контакты между лицами и лицами мы можем сделать еще более хитрую штуку так мы узнали с какой частотой два конкретных фрагмента взаимодействуют другим а мы можем узнать с какой частотой каждый кусок ДНК взаимодействует с каждым другим а как мы это делаем а мы берем все вот эти разные штуки просто секвенируем магию завершаем в итоге после секвенирования мы получаем вот такие вот риги куски фрагменты известной последовательности если мы сопоставим вот такой риг то есть чтение с известным геномом то мы увидим что один его кусок происходит от одного куска генома а от другой совершенно другого который находится возможно даже другой кромосоме и мы тут же видим что это действительно дальний контакт взаимодействия и на основе этих данных мы можем построить каждое взаимодействие ну пусть здесь отложим здесь координат в геноме и здесь та же самая координата в геноме ну в кромосоме один, два, три и так далее где будет максимальная частота взаимодействия скажите пожалуйста ну 2 да то есть вот здесь когда xy в геноме но она еще вот здесь и поднимается вот ставим такую карту и по этой карте в зависимости здесь можем цветом обозначить наиболее близкие взаимодействия и дальние частые и редкие ну вот по такой карте можем построить аналог вот этого распределения а именно зависимость частики контактов от расстояния по геноме и сопоставим степень с тем что мы ожидали скажу вам сразу же удрожить получилось у человека нет почему окно откройте откройте окно видите так ну вот ну поговорим еще поговорить вот такой молекулярной технологии поговорим еще о микроскопе основных с помощью микроскопа можно все это так вот ароматин у некоторых органах на некоторых стадиях пример ламповые щетки что это такое у лягушки у того самого синопуса который пипосуринапус жирная такая лягушка которая на спине икруносит ну сам у нее у децепрета которые находятся на фазе первой миозы первого миоза и созревают да но есть на стадии оргенеза есть некоторые блоки миозы знаете наверное там есть у нас на метафазе первого и на метафазе второго как не важно вот хромосомы на этой стадии уже сконденсировались но так как яйцеклетка существует в этой фазе долго сконденсированные хромосомы должны при этом еще и экспрессироваться как это достигается достигается это выпедливание некоторых участков из общего вот из общей нити этой самой хромосомы так вот такой пример позволил создать следующую модель ну есть сильно конденсированные хроматины но это сближенные естественности хроматины есть петли хроматины которые экспрессируются активные которые менее конденсируются допустим здесь у нас рецептивные метровые а здесь десяти и даже без ну вот еще одна картиночка которая использует данные полученные ими путем вот если мы возьмем выделим ядра и решим их поэтому есть такой хитроэксперментальный подход то у нас мы увидим в микроскопе что ДНК формирует кучу 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 петель присоединенных к каким-то непонятным черным кускам ну это куски белков белки ядерного матрикса по представлению черных к которым присоединяются петли хроматики вот здесь модель представлена вот у нас ядерно-белковый матрикс к которому прикрепляются петли а петли эти сами являются тридцатино-метровой фибрилой которая может принимать форму суперспирали в случае без цвета зигзаговая которая может по универам декомментироваться и даже лишаться надеяцом в том случае если здесь идет экспрессия идем дальше ну и еще одна история хроматин это бессонные планетерные хромособы ну что о них говорить уже наверное многие слышали в слюнных железах мух разных ДНК удваивается много-много-много раз но клетка поэтому не делается для чего это делается а чтобы больше генов работали чтобы экспрессия была больше куча-куча трилков при этом хромосомы копии ДНК в хромосомах находятся в стопке подобно вот как Альберц делает такую аналогию трубочки из-под коктейля в стакане это не точно так но видать Альберц выпить да что он за ним в хромосомах выпить сегодня политический мы выпить сегодня политический мы ну у нас сначала политика а потом начали задавить и кончили за упокой как обычно вот значит что у нас это выделенные хромосомы и окрашенные хитрым образом и спинные железы мы видим здесь так называемые хромоцентры это участки в которых разные хромосомы переплетаются и тут синтезируется рибосомальная ринка и собираются рибосом ну аналог рядышков если мы посмотрим на отдельные фибрилы каждый из которых это вот стопка вот таких вот коктейльных трубочек из которых разом можно много коктейля в некоторых местах появляются полосы а в некоторых свободные пространства поэтому здесь мы видим вот такое изветрение эти две сестерские хроматиды разошлись после первой репликации а дальше стали дальше ну вот что такое полосы ну посмотрим сейчас если мы увеличим все это дело на ней электронной микроскопии мы увидим что здесь во-первых куча нити полосы это сконденсированная ДНК а вот интербенды это деконденсированная ДНК вот более того если мы посмотрим на некоторые участки они некоторые меж полосы с этого участка где ДНК мало и где она декоментирована они могут быть расширены вот здесь один кусок политерной хроматиды здесь другой а здесь вот такое расширение и помечено там где происходит синтез НК это ничто иное как экспрессирующиеся гены а структурой их называются пуфы ну пас скажем в общем некоторые языковые слова и варианты вот какие дела ну еще про микроскопию про глобальную организацию хромосом это конечно же хромосомные территории с некоторого времени ученые научились красить каждую из хромосом отдельный флуоресцентный метод что это значит люди взяли и для каждой хромосомы вот одна вторая третья подобрали такой набор олигонуклеотидов которые во-первых были уникальны вот этот набор олигонуклеотидов целых это первое соответственно для второй есть свой и эти олигонуклеотиды комплементарно связывают последователь каждый хромосом для каждой свой набор разномерно покрывающий хромосомы и каждый из наборов для каждой хромосомы покрашен своим цветом ну своими флуоресцентными белками и флуоресцентными 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 посвятим на них они тоже светят ну вот если ядро интажное неповрежденное непобитое неиспегаченное вот такой смесью покрытия залитера мы получим забавную структуру и забавную картину каждая хромосома занимает свою отдельную территорию если посмотреть на ядро как на сферу имеющую плоскую поверхность можно разведеть религиоз континенты мая океаны разделенные реками каналами между прочим хромосомные территории не перемешиваются это очень странно хотя казалось бы если хромосомы не фундируют свободно они должны перемешаться но нет не надо между ними существуют такие щели сквозь которые проходят белки связанные с экспрессией с транспортом РНК МРНК гена еще других прочих а можно вопрос а это места где связывается хромосома с ядерной оболочкой или вот эти территории вот эти территории это трехмерные структуры я просто привел такую аналогию которая возможно меня так запутала простите меня за это если посмотреть на ядро как на глобус эти хромосомные территории выглядят как континенты они они мелкие ядерные поры пропускают все что легче двух килограмм подказ и вот так ДНК они пропустят такого нужного заветствующего демократия и нормально нормально так вот это все происходит такое гидро хромосомы и начинают понятное дело что для каждой воли демократии нужно свой свет возбуждения в той эсцентре который должен свой свет поэтому сейчас поэтому в микроскопе сразу же все это увидеть нельзя мы там светофильды используем сначала одну территорию потом демократии а потом все это совмещаем да а как пространство в объеме ну поддерживать локализацию в определенном месте в причем так чтобы передавалась какая-нибудь была констант для язерного например если минимально использовать другие язерные мембразы во-первых большей части нет эта штука формируется заново каждый раз по самому то есть для всего организма это характерно характерное распределение оно всегда разное то есть любые две клетки различные ну да и разных тоже вот но для любой вопрос получается так что все это не перемешивается ну сейчас скажу вообще сейчас попытались все это на том что все это состоит в следующем ну показано что для того чтобы они не перемешивались достаточно некоторые реперные вот стабильные точки каждый из хромосом зафиксировать либо на поверхности либо в толще на поверхности легче потому что наличие рядено-бертового матрица это вопрос такой дебаты но можно и в толще ну соответственно по-хорошему если они фундируют спокойно ну надо мы видим такую гауссовскую колоколу там разного круга здесь плотность вероятности а эти расстояния между двумя выбранными кусками на хромосом чаще всего оно будет 0 то есть если мы берем нитку лежащую на поверхности озера то большую часть времени сколь бы удаленно ни был все равно будет близок к началу дальше от него он будет меньшую часть это можно доказать но если есть некое притягивание да некоторое зацепление этой хромосомы можно добиться того что вот этот вот может добиться того что вот эти вот штуки спадали очень быстро тогда они могут даже но в любом случае нужны какие-то специалистические поликулярные механизмы самые простые из которых это призыпление заякоривание каких-то фиксированных точек после каждого удивления нет есть еще одни прекрасные милые картиночки полученные современной наукой вот такое дело ну фиш это флоресцентная гибридизация институ ну все-таки я уже сказал мы берем олигонуклеотиды которые светят и которые гибридизуют создали и которые а институ это с латыни здесь на месте прямо вообще здесь ну то есть мы ничего не делаем с клеткой просто берем и фигачим шприцом туда смесь и клетка радует нас своими красочными вот что здесь а здесь был был выбран олигонуклеотид вот этому хитрому элементу геномной последовательности алю алю это рестриктация который когда если геном вам приветствовать получится очень много коротких полос одинаково по размеру одинаково по размеру почему потому что наше хитрином содержит много копий мобильных элементов которые так называются алю элементы все-таки кто они могут транскрипировать а вот они вестись обратно в ДНК и интегрироваться в динок куда-нибудь другое место поэтому сами они элементом для этой интеграции не кодируют а позитируют на других так называемых ретро-транспозонов ну транспозон потому что он транспортируется а ретро потому что у него есть обратная транспортируется но об этом это гранюфик похоже когда коснемся на этих элементов во всем их ужасающим величие ну вот здесь чем краснее чем больше алю тем зелее чем меньше чем зелее тем меньше поэтому показано что алю много там где мало гел таким образом мы используя алю гипотизацию с ним можно определить где генов много и где мало и так эти участки разные плотности генов распределены по генов и видим что бедные генные участки сидят снаружи ну где много алю где красненькое там генов мало если мы фигачиваемся на гены здесь было бы зелененькое а где генов много это вот ценность это вот 10 слив ядрышка а вокруг него тоже вот что-то такое похожее на конденсированный бедный генов гетерохромантин расположенный по периферии гидра как мы помним по периферии гидра располагается белковый комплекс ламины состоящий из белков ламины и вот эти вот штуки называются ламино-ассоцированный ламин ну такая грубая зависимая калька с английского но зато тоже вот вот я уже говорил что у человека вот то самое распределение зависимость физической длины физического расстояния между узками длинки от длины генома длины в геному не описывается уравнением которое основано на допущении по случайности диффузии этих узлов все просилили за моими разами длины это я опасаюсь что половина моих раз что длина что люди вот так вот вы вот так вот по экспоненте падаете кто еще в тень ну простите я люблю выражаться длинно но по крайней мере в общем если мы допускаем что днк это случайно дефундирующий полимер то мы получаем зависимость икса физического л ааааа л нет не вар не вар с икс икс это физическое расстояние евклидова ну корень там поняли все да икс равно л у к, понятное дело константно помножить на корень квадратный из-за них треть третья потому что размер не стоит пространство наше ааа это ну такая как как бы это ну господи тут же еще и минус будет разумеется или нет 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 конечно же я бы написал что корень квадратный может быть не квадратный простите у меня проблема с исключением из математического фарманизма в общем куда это будет кривая она будет чуть круче чем линейная да как то вот так чуть быстрее аси чем линейная но меньше чем параплант вот но если мы возьмем и вот из наших 30 данных что о чем о чем из тех методик которые Томасом confirmation да возьмем мы построим такую же зависимость графическая то получится что описывается она иначе она описывается примерно линейно степени 1 это очень странно это значит что есть такой специфический молекулярный механизм который поддерживает либо хромосомы хитрой пространственной конформации вы уж простите у меня снова голова пухнет а язык тем более но доживем вот смотрите что предположили ученые ну вы наверняка слышали о фракталах это странно подобные структуры так потом ничего что будет дальше вот так да кривая кухня нормально нормально ну и так далее короче то есть структура элемент которой подобен самой структуре если говоря такие фракталы имеют дробную размерность вот я напоследок вас совсем заберу прият чтобы не оставить вас без поехавшей кривоподанной математики и бессмысленных философских но на мой взгляд это очень весь приглашаю вас смотрите мы все знаем что кривая размерность 1 а что это значит малолинейная нет у нас две линейные все синусоиды смотрите корректинату по ней можно задать одной цифрой действительно однозначное положение точки это одна цифра грубо говоря точка имеет одну степень свободы да то есть число независимого варьируемых параметров это 1 известно плоскость и любая двумерная поверхность это двумерная штука потому что точка там описывается двумя координатами и так далее пространство ну вот у фракталов казалось бы одномерная хрень да у них размерность дробная то есть у них некоторая промежуточная размеры между 1 и 2 это очень контринтуитивно сейчас попробую попробую смотрите значит я сейчас веду формализованное понятие размерности совсем не связанное с тем что вы себе представляете люди кто не спит и хочет слушать что я буду говорить дальше про это но не про биологию ну ладно давайте про биологию нет продолжим про крокталы хорошо начали давайте про крокталы ну люди хватит уже биологии надоело смотрите понимаете не слушайте а когда появится размерность так чтобы мы понимаем что если мы будем продолжать кроктал получится какой-то стремный забор такой что тут и как-то прямой гладкой гладкой кривой как-то его гладкой кривой как-то его изобразить будет очень стрёмно мы интуитивно понимаем что с размером что-то не так но попробуем подумать и понять что же есть размер смотрите вот у нас есть кривая и есть некоторая двумерная фигура пусть это будет треугольная мы берём что мы делаем сначала берём и черчим черчим на их фоне чертим клетки 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 в смысле квадратных ну да а ты думал что шестьюгольники 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 цел которые цел ну да потому что люди ну совсем уже ободанились просто клетки как в тетради в клетках здесь нет ядер но у каждой клетки у каждого квадрата есть сторона длины а да длина стороны каждого из квадратов а теперь смотрите мы берём уменьшаем эту длину а так и смотрим сколько квадратиков пересекается или содержится в нашей сущности а сущность это что кривая и тревоги так мы уменьшаем теперь смотрите вот у нас кривая конечно же конечной длины сущности и так число квадратиков которые пересекаются этой кривой будет обратно пропорционально длине квадрата верно? ну если это совсем прямая да если это совсем прямая да если это совсем прямая обратно да главное что здесь степень 1 вот это главное заметили кривая и одномерная степень 1 интересно? а что же в случае треугольника? как вы думаете? как вы думаете? ну тоже будет обратно пропорционально да? обратно а в какой-то степени? м м потому что м уже было давайте к к тоже уже есть л давайте и а в степени и твердый знак вот вот почему? почему? потому что площадь площадь пропорционально числу квадратиков которые а площадь это всегда квадрат линейных размеров а линейные размеры описываются вот так поэтому теперь мы возводим квадрат да? ну теперь давайте делаем то что мы вот вот с таким но за частью его вот этими направлениями смотрите не забывайте что вот этот фрактал это сейчас линия фрактал это конструкт который мы не можем изобразить на доске потому что вот эти вот вот эти вот его элементы копируют друг друга до бесконечности это как множество мандельброд то есть вы увеличиваете увеличиваете они там все равно до бесконечности забор да? и в какой же степени n в какой степени a будет обратно пропорционально числом от этих квадратиков а полтора полтора так полтора но это явно больше одного и меньше двух да? согласны? чтобы было два нужно чтобы это все чтобы этот фрактал точками своими полностью замащивал какой-то участок да? чтобы это была непрерывная поверхность ну и гладкая глаз вот а больше одного ну потому что это хлеще, чем линия она до бесконечности фига ну вот у нас это будет вот да это и есть размерность нашего фрактала а еще фракталы могут дать нам фигуру бесконечного периметра и конечной площади в день да это я уже не знаю это это снежинка коха то есть три вот такие же фигни то есть берешь да я понял тебя берем просто да господи снежинка и снежинка подряд а еще если про фракталы на сайте немецы точка ру через игру последние там есть интерактивный про разные фракталы я помню с однажды залез в интернете и стал вывихивать множество моделей про вода ух весело было вот ну собственно я совсем забыл про хроматин у нас осталось пару минут мы его забьем сегодня точнее добьем хроматин так вот в хроматине по всей верности происходит то же самое там вот этот коэффициент не 3 вторых а другой один потому что хроматин организован как фрактал то есть хроматиновая глобала вот смотрите вот она это глобала сама организуется как бусы на нити в глобала высшего порядка и математической абстракцией было бы сказать что каждый из глобал каждый из глобал является глобалой из бусин на нити каждая бусы является глобалой из бусин на нити каждая глобала является бусинами на нити мы все тоже глобалы и так далее а внутри атомов тоже глобалы наверное ну по крайней мере вот знаете люди вот платон считал что там огонь состоит из октайлера или чего но многие люди считали много чего ну вот если мы допустим что это так мы сможем правильно аппроксинировать нашу зависимость генического состояния то есть мы должны допустить что хроматин это фрактат вот зачем я сказал и опять таки если мы будем рассекать нити вот эту хроматиновую бесконечно глобульную на этот раз не квадратиками а кубами там будет не один и не два а что-то создаешься вот ну еще напоследок очевидная картина гены часто получается так что активные гены колокализуются друг к другу то есть оказываются в одних отец местах например в том месте где много транскрипционных факторов вот видите ген включили и они вместе оказались я сейчас расскажу на чем это основа вот вы видите пожалуйста ядро состоит из так называемых ядерных субкомпактников это структуры в которых ядерный матрикс и ДНК и РНК и белки упакованы особенно плотно здесь приведены два примера это тельце кафаля и так называемый спекл или по-русски крабинка вот ну тупые переводные книжки называются успешно уменькие и веселые звать краб ну вот вот эта большая хрень тельце кафаля содержит в себе созревающие и синтезирующиеся мало ядерные малые ядерные и малые ядерные РНК я об этом и расскажу чем мне нужно вкратце эти штуки определяют и направляют сплайсинг и созревание регустомальных крабинка а в крабинках не накапливается они там сидят пока не будут задействованы вот когда появляется когда начинается активная транскрипция оттуда они выходят и например малые ядерные и бегут в ту зону где происходит транскрипция потому что там какое-то скоро будет классно но бегут не бегут весьма антропоморфный конструкт диффузер как могут как работают ядерные субкомпания они способны повышать локальную концентрацию разных белков вот вы видите это абстрактный матриц белковый или РНК неважно может быть автоматизм если на него закрепить вилки которые формируют активный комплекс какой-то например транскрипционный или репликативный вилки то они с большой вероятностью смогут объединиться даже при малой их концентрации если вот эти вот штуки если матрикс убрать и оставить средний объем посчитать среднюю концентрацию то они при такой процент объединиться не смогут но матрикс им помогает точно так же рамота и взаимодействия синхронсельного периода она будет так ну в заключение или нет да в заключении рамотиния резюмируем уровни организации рамотина то есть мы вот двигались от ДНК к ДНК на нуклеосоме к гуси на нити от гуси на нити с с трезвитиновым эфембрилом с их соленоидами зигзагом от них петля и наконец вот пожалуйста кто вы готовы что вы делали это по временам появляется вопрос всеросс но большая проблема на самом деле это не более чем наш интеллектуальный конструкт на самом деле в ядре происходит черти что там какая-то непонятная полимерная каша хромосомы вот эти фрактальные глобулы это тоже на самом деле абстракция она тоже не всегда выполняется что-то совершенно непонятно но если мы выделим нуклеосомы и высокосолевом растворе посмотрим на них сквозь микроскопы мы увидим вот это а в методе мы видим это соответственно вот таковой промежуточный этап был добавлен то есть не забывайте что все это лишь абстракции во многом наши конструкты нашего эмоций ну чё я думаю на хроматине мы слава богу завершим в следующий раз с новыми силами